Некоторые идеи, они на подробностях, которые ее подкрепляют. Хотя, конечно, есть очень много, если это при желании, можно развить на часовой лекцию, разобрать подробности, где и как она проявляется в наших недельных разделах. Я хотела несколько слов сказать вообще о последних недельных разделах, когда мы перешли от жизни братцев Авраама и Агакова к жизни сыновей Агакова. При этом приходят некоторые изменения существенные, и надо на него обратить внимание. Не говоря уже о том, что для братцев, которые для нас являются главными персонажами Авраама и Агакова, а из их семей не все потом вошли в народы Израиля, а некоторые отсеялись. Ишмаэль отсеялся, Исав отсеялся, а вот все сыновья Агакова, они уже составляют в костях еврейского народа. Как говорится, его смерть была, не смерть, его метато, его семейство, скажем так, было полным. Не вышло ни одного, который бы отсеялся. Хотя до конца было это неизвестно, но потом это прояснилось, когда уже все дети остались внутри. То есть эта семья, эти дети Агакова, эти колена, они являются основой еврейского народа. И тут мы переходим на некоторый дополнительный уровень, и этот уровень нам нужно осознать. Очень важным моментом тут является то, что когда мы говорим о францах, когда Тора рассказывает нам о них, она представляет нам их правильностью. Есть различные комментарии, которые говорят, что, может быть, это было какое-то конкретное событие в жизни одного из правилцев, было испытанием, а другой комментатор существенно говорит, что это было наказание, может быть, это была ошибка, за которую пришло наказание. Тем не менее, то, что происходит с сыновьями Агакова, это существенно отлично. Мы видим очень сильное отклонение от генеральной линии. Мы видим, что Роуэн, неважно, как мы это комментируем, согрешил, сбил. Мы видим, что очень сомнительное поведение Игуды в отношениях с Томатой. И то, что стоит в центре вообще последних отдельных разделов, это продажа Иосифа, само по себе очень сомнительное действие. Согрешили в том, что они продали Иосифа. Почему, как, это можно потом обсуждать, и я сейчас в это не хочу вдаваться. А по сути у нас изменяется отношение к поведению Тора, рассматривать поведение братьев критически. То есть требует другого какого-то преодоления вот этих грехов, которые они совершают. То есть на том уровне, на котором мы сейчас находимся, на уровне первого этапа создания народа, еще нет народа, который сформируется потом в Египте. Тем не менее, это вот костяк народа. Требуется некоторое другое осмысление, некоторое другое управление, некоторый другой уровень. И этот уровень, который, понимаете, как шва, раскаяние, о котором прежде в общем не шла речь. А тут она выходит на первую сторону. То есть на самом деле, как бы мы не комментировали поведение Иосифа, и как бы мы не относились к тому, на каком этапе и почему братья его возненавидели, и когда они раскаялись, тем не раскаялись и до конца. Тем не менее, совершенно очевидно, что весь этот рассказ, это рассказ о раскаянии. На самом деле, я думаю, русское слово раскаяние тут, оно очень нас вводит в сторону, хотя я им и пользуюсь. Тут нам важно посмотреть, что всю дорогу у нас идет параллель того, что случается с Роуэном и то, что случается с Игудой. Очень похоже, и не будем вдаваться в подробности. И там проблема какая-то в семейной жизни, там проблема какая-то в сексуальном поведении с Роуэном, и то же самое было с Игудой. И оба они ощущают, что там что-то не в порядке. Но тем не менее, путь раскаяния у них разный, мы видим. Во всяком случае, из Митрашаи, это показывает, что мудрецы понимали очень тонко, что здесь это именно так. Но Роуэн, он, сокрушаясь о том, что он сделал, он сидел в посте и в обретище, сокрушаясь и принимая на себя, раскаиваясь именно о том, что он сделал. Тогда-то от Игуда там немножко все иначе. Он признает правоту Тамара, и он продолжает с ней жить дальше. Ну, там есть разные комментарии. Продолжал, он не продолжал, это сама все очень интересная тема, продолжал он или нет, и как-то связано с голосом на горе Сина. Просто не могу не упомянуть, но это не важно. Там есть какое-то новое содержание, которое Игуда вносит. И тут мы уже видим, что есть разница между раскаянием Роуэна и раскаянием Игуды. И то же самое происходит в момент продажи Юсефа. И то же самое происходит, когда братья приходят в Египет, и мы слышим там о раскаянии, как бы раскаянии о том, что говорит Роуэн, что он говорит, ну вот, я же вам говорил, не надо было, он сокрушается тоже как бы о том, что они сделали. И то, что говорит Игуда в конечном итоге, когда он берет на себя ответственность за Юсефа. И еще один важный момент, я немножко через него перескочила. Но когда братья возвращаются после первого визита в Египет к отцу, Роуэн, там очень странную вещь, очень странную вещь. Заберешь двух моих детей, он пытается поручиться за то, что он возьмет с собой Вениамин и его вернет. Он говорит, если что-то случится, ты возьмешь двух моих детей за него. Нам это очень странно. И Митраж удивляется, как это может быть, какой смысл в этих словах. Это же внуки Якова, как это я умерлю, отплачу тебе за это. Но это логика Роуэн. И эта логика вполне нормальная. Человек совершил, человек должен понести наказание. Вот так он воспринимает, скажем, и то, что произошло с Игудой. Игуда что-то совершил неверно, и за это два его сына погибли. И эта логика вполне допустима. Человек согрешил, человек должен понести наказание. И это такое понимание раскаяния. Вполне стандартное, вполне классическое. Но оно совершенно не полное. И мы на этом этапе приходим к новому пониманию смысла тшувы именно, а не раскаяния. Которая тшува на самом деле не является полностью раскаянией. Потому что наши мудрецы говорят, что тшува предшествует сотворению мира. Как это так? Это совершенно нелогично. Если мы понимаем раскаяние, как раскаяние в дурных делах, как раскаяние за грех, то пока мира не существовало, нет вообще речи о раскаянии. Нет речи от тшувы. Поэтому на этом этапе правильнее пользоваться термином уже тшува. На самом деле это не раскаяние. Тшува – это возвращение к Богу. Тшува – это возможность приблизиться к Нему. То, что человек приближается часто к Богу, преодолевая какие-то свои беззавершенства, доходясь на каком-то уровне, он по этой ошибке именно потому, что он находится далеко от Бога. И для того, чтобы ему приблизиться, им нужно преодолеть это, исправить свои ошибки. Да, это так, но тем не менее видение тшувы, как просто принятие наказания и принятие своей неправоты – это очень узкое видение тшува, созданное для того, чтобы приближаться к Всевышнему. И то, что человек согрешил, иногда просто может быть для него трамплином, чтобы продвинуться дальше, для того, чтобы возвыситься. И это то, что в состоянии сделать Игуда. Потому что Игуда, в отличие от Роуэра, там он говорит, я возьму на себя ответственность. Я беру на себя ответственность за своего брата. И на самом деле это то, что Всевышний хочет от человечества. Как мы учили у Маниту, то, что Всевышний хочет от человечества, это то, чтобы мы научились строить правильные отношения с нашими братьями. Правильные отношения между человеком и человеком. В терминологии Маниту это называется решить уравнение братства. Это очень сложная проблема. И эта проблема встает перед сыновьями Якова на этапе, когда они строят, начинают строить народ Израиля. Потому что внутри народа это задача, которую наш народ должен разрешить. И которую мы пытаемся разрешить, и потом научить этому все человечество. И последнее, что я хотела заметить, это то, что мы… Я много раз возвращалась к этому, просто сейчас я не буду приводить конкретных примеров. К подходу Рава Убрара, который во всех историях, во многих историях книги Береши выделяет различные аспекты. То, что он называет словом «пхино», то есть различные качества, различные виды управления. Управления через… Которые соответствуют слову «елаким» и управления, которые соответствуют имени бога Чедрёхгубкина, имени Гошема. И иногда в тексте Торио во многих случаях он вычленяет просто два различных рассказа. И мы видим, как если мы вычленяем и раскладываем как бы реальность на два разных… на две разных картины, на две разных картины, то в каждой из картин отражается одна сторона реальности. И вот если мы говорим об управлении «елаким», то действительно, управление «елаким» – это награда и наказание. Человек согрешил, он должен получить наказание. И это так устроена природа. И в этом смысле Рава выражает эту линию управления через «елаким». А кроме этого существует ещё раскрытие воли Всевышнего в мире, раскрытие единства Всевышнего в мире, милосердие и божественный план в отношении человечества. И это связано со словом «хашем», со словом четырёхвуквенным именем Бога. И для того, чтобы основать народ, недостаточно уже управления «елаким», как говорил Моисею потом Всевышний, «обишми», именем моём «хашем», я своим праведником не являлся. Это само в себе очень странный такой высказник, потому что мы вторе встречаем уже имя «хашем» в отношении праведника. Вот это вот качество, оно в отношениях с францами, оно как бы скрыто. Но оно выходит на первый план уже в отношении с коленами, когда мы видим более открытое проявление вот этого управления, которое связано с именем Всевышнего, и способности к чуле, которое не является просто раскаянием, который человек принимает на себя свою вину и грехи и говорит «я виноват, я виноват», бьёт себя в грудь, а способности на основе того, что он осознаёт своё несовершенство, продвинуться ближе к Богу и продвинуть весь мир вместе с собой. Спасибо большое за внимание. Окей. У меня у самого есть пара вопросов, но, пожалуйста, уважаемая публика, вопросы, пожелания, комментарии, советы, всё что угодно. Если можно, такой вопрос. Да, не-не, пожалуйста. Да-да. Теофей? Ну, давайте я, хорошо. Можно ли сравнить вот раскаяние Иуды и Илевена с раскаянием Каина? Каина, как я понимаю, считается, что Каин тоже... Да-да. Ну, вот классический, Каин, конечно, классический пример человека, который не... То, что ему в самом начале Всевышний говорит, если ты... То есть ты все, да, если ты улучшишься, ты поднимешься, да, это вот то, что он ему говорит в самом начале. Это вот таран начинается. Он это у неё всё понимает. Он говорит, я виноват, да, всякий, кто меня встретит, меня убьёт там. Я заслужен указания, всё, я не могу ничего сделать. То есть неспособность вот человека увидеть более высокий уровень расстания – это, так сказать, некоторая ограниченность его, которая должна быть преодолена, которой мы должны научиться. И на самом деле это психологически очень не просто, потому что человеку проще бить себя в грудь и кричать «Я виновен, виновен», посыпать голову пеплом, чем встать и двигать мир дальше. Хорошо? И пример этого, например, Давид дальше и так далее. Давид, который из потомков Иуды, отсюда начинается эта идея развиваться. Окей, спасибо. И когда Рувен говорит, что можешь умертвить моих двух детей, значит, здесь сообщается информация, почему именно двух. То есть он берёт на себя ответственность за Шимона, который уже в Египте, и за Бениамина, который пойдёт. То есть он хочет подчеркнуть за судьбу Юсефа «Я не виноват». Таким скрытым способом он ему сообщает об этом. Так же, как он в разговоре с братьями… Это интересно, может быть. Да, он как бы говорит, вот что вы наделали, и вот я говорил, не накладывайте рук на мальчика и так далее, и так далее. А он не знал, что Юсеф понимает, значит, о чём они говорят, и он оставил как бы не… Сначала хотел оставить Рувена, а потом он понял, что Рувен не виноват, так он оставил Шимона как бы после него старшего. То есть здесь есть сакральные смыслы, которые, в общем-то, иногда объясняют, почему такие странные вещи. Да, конечно, я просто сказала, тут очень много, о чём можно говорить. Я хотела как бы привести в некоторую линию такое различие между различными уровнями раскаяния. И поскольку раскаяние, то есть Шива является одним из базовых вещей, не просто так, она создана до начала сотворения мира. То есть до начала сотворения мира дана возможность человечеству приблизиться к Всевышнему. И это такая существенная штука, которая должна быть прояснена до того, как был создан, образован народ Израиля. Поэтому это некоторый добавочный уровень, некоторый следующий этап создания народа, когда среди францов вообще не было такого подхода, что все должны остаться. Кто-то согрешил, его отсеивают, да? И что, наверное, не в порядке отсеяли. И сам не в порядке отсеяли. У кого-то ещё вопрос? Можно спросить. Да? Хорошо. Тогда давайте, знаете, если можно, чтобы у нас был порядок, поднимайте руки, тогда как бы мы не будем друг друга перебивать. У вас есть рентхейс или поднять руку, потому что иначе как бы не очень понятно, кто за кем. А так в порядке поднятия рук, соответственно, люди будут и выступать. Посмотрите, у вас внизу есть рейс-хэнс. Ну, неважно. Тот, кто хотел сейчас говорить, пожалуйста, мы вас слушаем. Был женский голос, я во всяком случае слушаю. Да. Таня Петчегорская. Я хотела спросить, приблизиться ко Всевышнему можно, если человек, но, скажем, он не грешит, но он постоянно работает над собой и исправляет свои качества. Это тоже нужно назвать чувой. То есть, это такое общее понятие чува. Да, конечно. На самом деле, очень интересно. Мы уже больше года учимся с Натаном Котлером книгу Рава Кука «Ротачба». И там очень много важных вещей, как бы Рав проясняет про это. Да, это тоже чува, конечно. Я только присоединила с к вам. Окей, Гриша, ты хотел что-то сказать, правильно? Гриша? А у меня был тот же самый вопрос. А, окей. Ну, хорошо. Тогда, если можно, у меня вопрос, если он уводит далеко в сторону, тогда, как бы, можно на него сильно не отвечать. Я надеюсь, что я, как бы, не выступаю, как бы, Халилой Апикорсом, вообще что-то. Но, вот, мне как-то, почему-то по жизни, особенно, когда это в русском изложении, у меня слово чува, меня как-то заставляет вздрагивать. Во-первых, то, что нет, как бы, адекватного перевода по-русски, да, например, «возвращение», ну, как бы, вообще непонятно. Насколько я понимаю, и, как бы, пожалуйста, как бы, скажите, если это неправильно. Вообще, чува – это шува Исраиль. Откуда само слово чува? То есть, я вам скажу, в чем у меня проблема. У меня проблема в том, что, если, как бы, отрываться от источника, что сказано «шува Исраиль Адашем», и вся эта, то есть, не к Всевышнему, а до Всевышнему, и вся эта фраза, она очень сложная, а просто сказать «возвращение», не говоря про раскаяния, потому что она совершенно, по смыслу, никакого раскаяния нет, есть «возвращение». Почему, вот это сейчас вопрос, почему мы говорим все время о том, что исправление мира – это направление назад, вот это меня смущает. Мир продвигается. Я понимаю, что возникают все время какие-то новые ситуации, человеку надо как-то с этим, как бы, лейтмодет, ему надо принять вызов. Все это понятно. То есть, текуну лам – это понятно. Но почему исправление мира – это уход назад? Куда назад? Ну, это так, я понимаю, что ты так воспринимаешь, что это назад, да. Я, в смысле филологическом, мне трудно действительно на этот вопрос ответить, потому что это как бы возвращение, да, к чему-то, но на самом деле, я думаю, что есть у Ковалы на этот вопрос есть ответы, и они совершенно непростые, и, мне кажется, действительно выходят за рамки, ты сам. Окей, ну, хорошо, тогда о своем вопросе. Скажем так, скажем так, я думаю, что это аффилирует к некоторому изначальному, не случайно сказано, что это до сотворения мира, то есть некое положение, которое существует до сотворения мира вернуться. Это вовсе не к тому, что было когда-то в мире, там, не райский сад, да, понимаешь? А в той ситуации, там, в инцов, не знаю. То есть это, на самом деле, как бы, условно говоря, возвращение. Вот условно это понятно, потому что даже если человек, предположим, согрешил, сделал что-то нехорошее, но мы знаем вообще даже, ну, как бы, банально, да, два раза невозможно войти в одну реку. Он не может реально вернуться, где он был, он не может туда возвращаться. Да-да-да, но об этом намного говорили уже с Натаном на этом. Действительно, эта тема очень сложная, глубокая и так далее, но я хотела только прояснить, что тут есть совершенно другое понимание, что это не, что это не, именно не возвращение вообще, и не сокрушение, и не принятие на себя наказания, хотя все это совершенно верно. Человек есть, мы всегда говорим, что это управление одно внутри другого, как нам Рамхали объясняет, да, что внешне нам кажется, что это управление наградой наказания, и на самом деле за этим стоит управление единства, да. Но, тем не менее, модуль, который движет человеком, то, как он реагирует, куда он берет вот это вот положение, в котором он оказался после того, как он согрешил, это создает различие между двумя концертами. Я не понимаю, почему Ганн-Эдден как бы отметает Каббала, мне кажется, что… Нет, 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 я не говорю, что отметает, что это не возвращение в Ганн-Эдден, я думаю, может быть, я ошибаюсь. Здесь символически имеется в виду, что была порча, и надо вернуться к какому-то другому состоянию, да, то есть правильному состоянию. Конечно, это не прямолинейный такой вот тот же самый путь, возвращение, это не просто вот по тому же самому пути вернуться, да, то есть это… Хотя это очень близко на самом деле, вот, но Ганн-Эдден – это некий идеальный мир, потом второй рассказ порчи, и Ганн-Эдден – то, что происходит, и ссора братьев, вот… Возможно, вы право имеете, я не знаю, может быть, в некотором понимании можно сказать, что и возвращение в Ганн-Эдден, но с точки зрения Медроша, который говорит, что эта шва была создана до сотворения мира, до сотворения Ганн-Эддена, соответственно, это значит, что все-таки имеется в виду возвращение к какому-то еще более высокому уровню, то есть, ну, на самом деле, это… Это верно, да, состояние… Можно вопрос? Да, да. А, маленький вопрос. Андрей… Сейчас только полсекунды. Вот я говорю, лучше поднимайте руки, но неважно. Давайте сделаем так. Андрей хотел что-то сказать, правильно? Андрей, который написан… Андрей. Да, Андрей Альбин, а не Андрей, который на иврите, с лиха. А потом Андрей, который на иврите. Хорошо? Андрей? Да, ну, я хочу пару слов, как бы, по докладу Нехама. То есть, я вижу так картину. Братья продали Йосефа, да, годы идут, и ничего не меняется. Потом вдруг начался голод, и они потеряли Шимона, да, они понимают, что есть какие-то проблемы. И дальше, как бы, Ашем ждет от них, когда они сделают шиву. Сначала они исполняют то, что сделал Рувен, да, что они готовы понести наказание, там, вот эти два ребенка, да. Все равно ничего не меняют. То есть, когда, тогда они должны осуществить осознательная часть, да. То есть, вначале они признали, что готовы понести наказание, потом они осознали в лице Игуды, и только тогда процесс пошел дальше. Может быть, да, это интересно, да. Рассматривать его в хронологическом таком. Хотя, на самом деле, я тебе хочу сказать, что у Рава Бройера, это идет как бы параллельно к двой истории. Он даже утверждает, что там два понятия, два спуска есть. Один спуск Рувенов после того, как он это обещал, а потом спуск Игуды после того, как он взял на себя ответственность. Но фронологическом тоже можно видеть, я думаю. Окей. Ну, хорошо, давайте... А, да, кто-то хотел. Андрей, пожалуйста. Андрей Стриха, да. У меня, может быть, немножко в сторону вопрос, и не знаю. Да, пожалуйста. Как говорится, что в поекте «Создание народа» там у Ицхака от Сибла от Сев, у Авраама был от Сев, сыновей. У Якова 12 сыновей как бы, да, от Сева не было. Но если чуть дальше посмотреть, да, во времена, скажем, уже разделения царств, да, когда Салхирев забрал 10 колен, да, и они пропали. И, может быть, на это посмотреть, как на отсев в более длительном историческом периоде, чем первоначальные отсевы. Вот такой момент. Не знаю, что сказать, честное слово. Окей, мы подумаем. Вот это вопрос. Тут же от всех более мелких элементов получается, да, если вначале были корни такие, про отцы там. 10 колен, фактически 10, 10 же колен пропало, правильно? Фактически 10-12. Не, не, на самом деле 10, конечно. Это очень интересный вопрос, его стоит обсуждать. И увидеть в Танахе даже намек на то, что не все. Не говоря о том, что там Шимон, он был с Ягудой, Вениамин тоже с Ягудой, то есть уже Львии тоже как бы оставался, поэтому меньше, чем 10. Но даже из тех колен, они же не были все угнаны в изгнание, и мы видим после уже изгнания, что некоторые персонажи из других колен, они им появляются в Иерусалиме, видимо, все-таки какие-то остатки других колен. Ну и там отдельно, когда там Фискеяу делает фэзах в Иерусалиме, это интересно, некоторым мнением он вызывает с остатком колен, чтобы они присоединились, что это уже, по некоторым мнениям, это уже после изгнания. Поэтому не то, что все прям 10 колен полностью исчезли, их остатки, по-видимому, есть среди народа. Это совершенно не связано, конечно, с темой, но я просто хотела это сказать, потому что это как бы не принимается обычного внимания. Окей. Мы можем перейти к Эмилю. Народ молчит, по-видимому, да. Эмиль, мы вас слушаем. Если можно, пожалуйста, держаться в временных рамках. Эмиль, мы вас слушаем. Да, значит, я опять мою тему означал как «Почему сны?» Может показаться вопрос странным. Вот. До этого у меня был вопрос, как бы, которому можно говорить «Почему близнецы?» Значит, я схожу из концептуального понимания Тары с того, что есть какой-то замысел в ней, и он каким-то образом реализуется. Вот. И эта методология, она сама по себе очень интересна, на мой взгляд. Кроме того, что она, в общем-то, на самом деле универсальна, как я потом покажу. Вот. И поскольку мы заканчиваем и приближаемся к концу книги «Баришит», вот уже было сказано как бы так, вот несколько таких замечаний. В общем плане, вот я как бы тоже продолжу вот это направление. Вот. Эти сны появляются в конце главы, если вы замечаете, что у Авраама, у Исхака, у них как бы не было снов, даже Авраам, он как бы разговаривал, у него была больше как-то интуиция, с ангелами он беседовал, когда они, когда он их провожал, когда они шли, значит, с дом. Вот. И вот только с Якова начинаются именно сны. Да? Вот. Что, в чем тут свое дело? Почему сон? Поэтому вот моя тема так озаглавлена. я как бы начну как бы издалека, да, вот. Дело в том, что вся Тара, она как бы состоит из каких-то таких вот противоположностей, между которыми наводится мозг, и как бы пытается, то есть Тара как бы не то, что пытается, она показывает, что вот эта связь между противоположностями разными, она проходит через Всевышнего. И вот когда, это я в общем означаю свою тему, сон, и вот поскольку Всевышний, он не всем может быть явлен в прямую, как мы знаем, вот, не все на таком уровне находятся, то есть когда это значит назревает вот эта очень серьезная какая-то проблема с сближением этих противоположностей, то она проходит во сне, потому что известно, что Всевышнего невозможно увидеть и значит и понять, вот, и только во сне происходит вот эта связь, как-то каким-то образом она разрешается. Я покажу это по крайней мере в начале, то есть когда создается мир, то мы знаем, что в основе его лежит небо и земля, это как бы объявление того, что именно из этих противоположностей это как бы означает все вообще противоположности, да, в конце концов потом духовно и материально, Израиль и другие народы и так далее, и вот мы видим, что значит само сотворение это значит небо, земля, свет, тьма, свет, тьма, значит верхние воды, нижние воды, потом значит вода и суша, потом в среде живого это неживое-живое, растительные, сначала потом животные, потом человек, да, вот, и потом в конце это значит сам человек, он как бы тоже с этой пары значит его жена, мужчина и женщина, да, то есть это вот всего получается семь пар, да, то есть не случайно от этой двойки переходится к семи, то есть к числу гармоний, да, вот, а то, что было сказано все это, в общем-то верно, вот эта пара, значит, здесь я с Маниту совершенно согласен, что вот раздор Каина и Авеля, вот это противоречие очень сложное, очень тяжелое, которое в самом начале, которое является главной проблемой, и с него начинается как бы вот это порщик, которую мы должны сделать шву, она в конце концов в книге Боришит приходит к, значит, постановится Легошер, то есть она объединяется в примирении Юсефа и братьев, то есть через всю книгу Боришит проходит вот это, то, что называется, если по-научному, это называется бинарные иерархические структуры, да, то есть они очень известны у других народов, например, Иньян, то есть это знак как бы диалектики такой, как у нас называли, да, то есть взаимодействие противоположностей. И вот их выстраивание, их гармонизация, она является способом решить проблему. Значит, я начну как бы, значит, вот еще, значит, из каких-то пар таких, чтобы это убедительнее было. Значит, вот Аврааму является, значит, объявляется ему, это он требует у Всевышнего, как это будет, через 400 лет мы вернемся, и вот эта клятва вина-батарим, то есть между рассеченными тушами, туши рассекаются пополам, и между ними как бы проходит этот кошмар, да, то есть он находится в центре между этими двумя противоположностями, и это как бы не сон, но что-то такое близкое, помрачение на него находит. То есть только в таком состоянии человек способен понять, как связать две противоположности, потому что эта логика, она не невозможна без Всевышнего, она не объединяется, да, и вот начинаются сны, они начинаются с Якова, почему с Якова, потому что, значит, если мы немножко воспользуемся Турабесо, то есть из каких-то учений Кабалы, то Аврам считается Хесед, Исхак считается Гура, а вот Яков и далее Иосеф находят в этом поддержку, это Тиферет, это соединение вот этих двух противоположностей, да, и поэтому вот это соединение, оно очень мучительно, оно очень тяжело, это, значит, гораздо сложнее, чем у него задачи, чем у первых двух прадцев, вот, и вот сон Якова, ему прямо это открывается, значит, это его, его задача, он видит лестницу, да, лестница, которая стоит на земле и уходит в небо, над ней Всевышним, и ангел спускается в небо, то есть ему объявляется, что, что он должен делать, как он должен, какова его задача, да, вот, как он из Якова должен, значит, стать Исраэлем, то есть он должен, значит, подняться до уровня, по крайней мере, вождя племени, да, и приблизить его к тому, чтобы она стала народом, вот, потому что это и замысел Всевышнего, Всевышний, здесь можно здесь сказать, что он, как бы, ему применима обратная, да, формула, которую он дает, то есть нехорошо Всевышнему быть одному, то есть так же, как человеку нехорошо быть одному, то есть он создает себе народ, он создает себе жену, так же, как и человек, да, то есть этой женой является народ Израиля, в конце концов, вот, символически, и вот, значит, мы видим, что начиная с этого момента, с сна Якова, значит, начинаются и сны, и вот очень такие пары, как бы, противоположности, они все время, как бы, очень уже явно проявляются, не то, что это было раньше, когда был раздор, значит, Каина Авеля, вот, Яков и Исаф, да, тоже можно задать, почему близнецы, вот именно поэтому, то есть, это все приходит, так сказать, как в музыке, можно назвать, крещендо, да, когда эти темы должны разрешиться, потом у Якова, опять-таки, две жены, в отличие от других, Рахель и Лея, да, вот, потом это все, значит, в конце концов, они создают его, вот это вот племя, которое должно стать народом, это 12 сыновей, значит, здесь получается противоположность круг, это все 12 круг, это не случайно то, что он видел во сне, именно, значит, 11 звезд, и, значит, и, значит, солнце и луна, это все тоже имеет значение, к этому круг и центр, это, как фактически, прообраз того, что здесь это, как бы, Йосеф и вокруг него его братья, да, когда со снопами у него снится сон, а когда ему снится сон, с луной и солнцем, здесь, как бы, уже входит, также и отец и мать, потому что, с одной стороны, а с другой стороны, солнце, это чему поклонялся Египет, а луна, это, значит, символ Израиля, да, в этом смысле, он на какое-то время, переходное, вот это время, перед тем, как стать народом, он становится, значит, вождем, царем, или он находится в центре, значит, вообще мира, как бы, да, еврейский народ, и вокруг него, как бы, все остальные, как бы, народы, да, то есть, вот это к чему стремится, так сказать, и Тара, на самом деле, да, то есть, создать вот эту структуру, разрешающую вот эту шву, вот это возвращение, то есть, должна быть гармония 12, это известно, это число круга, здесь мы видим, что жизнь Якова, потом, когда мы будем следовать, это 147 лет, если мы посчитаем малую геематрию, мы получаем 12, то есть, упоминая, то есть, он, как бы, создатель вот этого круга, вот этой схемы, по которой должны решаться проблемы, вот, а это все потом повторяется, потому что, не случайно, когда ему, когда он разрешает сны фараона, так он ему говорит, что, а то, что два раза тебе приснилось, это потому, что, значит, это скоро, это, значит, сон верный, и это скоро сбудется, да, то есть, значит, здесь имеется в виду, что, как бы, разрешение, вот, этой проблемы, здесь можно сказать, что, с тех пор, как Йосеф появляется в Египте, начинается нечто странное в Египте, то есть, мир, как бы, происходит большую трансформацию, то есть, такой праздник, как Йосеф, в таком месте, как Египет, значит, который славился, как сказать, в кавычках, в 39-я, 9-ю, так сказать, ступенями падения, вот, то это понятно, что все, что с ним происходит там, все это не случайно, и здесь вот эта противоположность, она очень хорошо подчеркнута числом 2, то есть, число 2 является, значит, символическим во всей этой главе, да, то есть, особенно она подчеркивается, значит, Йосефу снится 2 сна еще и там, значит, в Израиле, да, то есть, на Вене Канаан, вот, потом ему, значит, значит, он разгадывает 2 сна, опять-таки, значит, двум министрам, вот, его продают за 20 серебряников, это тоже не случайно, 2 на 10, вот, потому что 2, это, как я говорил, это, как бы, полярность некая, а 10, это число суда, у него рождается 2 сына, и 2 года он проводит в тюрьме, то есть, это такое, как бы, изменение, которое идет из одной произносли в другую, поэтому, как бы, получается 2 года, 2 сна фараона, потом мы находим, значит, это повторение во вторе шлома, значит, там опять 2 женщины, 2 ребенка, и вот это, вот, опять-таки, это некая, некая такая реминесценция на клятву, значит, в раме, что он, как бы, готов их рассечь ребенка, он предлагает рассечь ребенка, на другую половину, да, таким образом он проверяет, кто истинная мать, то есть, все это, как бы, нужно учитывать, что, значит, в Таре есть очень много таких, вот, зашифрованных вещей, то есть, как бы, зашифрованных, да, то есть, значит, оины, эти священники, они это все, конечно, знали хорошо, и, в Марии, я думаю, тоже все это разъясняется, вот, то, что я сказал, сказать о универсальности, то мы видим, что это не случайно, Тара владеет именно этим методом, поскольку мы находим это и в науке, и в искусствах, и в философии, вот, и то, что даже всем нам известный компьютер работает на языке из двоечной системы 0.1, да, то есть, это очень глубокие вещи, вот, и они, как бы, не случайно, значит, еще то, что еще Пифагор, когда он говорил об единице, он ее, как бы, боготворил, освещал, и то, что человек... Дальше, как полностью... Слиха, 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 я выключил, это было нарушение, слиха. Значит, он говорит, что способность человека, вычислить единицу, это, как бы, основа вообще его сознания, то есть, он умеет различать вещи, он умеет их осознавать, и поэтому это единица, из того, из чего состоит, собственно, вся математика, и вот, все это имеет отношение вот к этому методу. Значит, ну, как бы, в перспективу дальше, значит, разрешение этих противоречий, чтобы показать, как это дальше проходит, то мы видим, что Маше, который уже не сны видел, да, вот он именно этим отличался, он был такой пророк, который мог Всевышним говорить лицом к лицу, и вот Всевышний, когда хочет ему явить свою святость, он его помещает в рассеянную скалы, накрывает рукой, и вот, Маше видит Всевышнего, когда он приближается, его славу, и когда он удаляется, вот сама эта точка, она, это самый сакральный момент, это сама сущность Всевышнего, человек не может остаться жив, как бы, и видеть Всевышнего, да, и вот в тех случаях, когда это невозможно, тем, кто не обладает таким уровнем, то это приходит во сне, то есть, поэтому сон, в этом смысле, именно от Всевышнего, и вот, можно сказать, что в заслугу, так сказать, того фараона, который был, он, как бы, в отличие от того, который последует за ним, он очень хорошо, как бы, это понимал Юсефа, и когда он говорит, что где мы найдем такого человека, не просто какого-нибудь специалиста, или какого-нибудь умного, а вот именно такого, который вот так вот близко связан с Всевышним, который вот как Юсеф, да, то есть, то есть, у него это было как бы, ему это было понятно, да, вот. Ну, вот как бы вкратце все, значит, теперь я хотел только сказать, что вот это, это способность, это вот, вот эта связь вот этих противоположностей, которая на явном логическом уровне не может быть сделана, она требует, как бы транспортировки такой, да, экспликации, разворота, и только в этом мы приближаемся, как бы в этом бесконечно, вот этим, в этих бесконечных, вот этих бинарных структурах, мы приближаемся к истине таким образом, да, и Тора именно таким образом устроена, вот, и вот как-то задавался вопрос, почему, что такое сгула, почему амсгула, да, вот именно потому, что еврейский народ, он как бы находится, вот, в этом вот как бы центре, да, он должен как бы связать вот это небо и землю, вот, он должен связать, он должен связать и другие народы с Всевышним, вот, и это все проходит в конце концов через храм, храм, он тоже является вот этой центральной точкой, если мы посмотрим храм, я там уже не буду возвращаться, там очень много, это следующая глава, когда подойдет к ней очередь, да, там имеет точно такую же структуру, да, эта точка, она находится между ангелами, между Керувим, значит, которые над крышкой завета, и все это, в общем, имеет точно такую же структуру, вот из них исходит это слово Всевышнего, да, между, между ними, между, как бы их беседа, да, и Коэн Гадоль, когда он входит, он как бы слышит это, или решение, или, значит, сообщение, вот, оттуда, да, вот, вот, вот я хотел просто кратко рассказать, как, как это устроено, почему именно сны в этой главе, в конце ее, значит, когда мы переходим к следующей главе, вот, скоро, вот, почему все это проходит через сны, и какого роль Ясефова. Спасибо. Окей, да, Андрей, мы видим руку, пожалуйста, я слушаю, мы слушаем. Да, большое спасибо, Эмили, очень интересные стороны посмотрели, я тоже немножко в этом плане думал на прошлой неделе, но вам удалось связать это все с, а второй, да, что я не смог как раз, я хотел добавить, что вот, между противоположностями, опять же, согласно Тора Тасот, есть так называемая клепат нога, да, то есть, место выбора, которое то светит, то не светит, поэтому она сверкающая, да, нога, оно же место добра, познания добра и зла, да, добро или зло, и вот в снах этот момент перехода происходит в сне вина черпе, да, и хлебопекарь, один из которых погиб, другой пошел к фараону, остался жить, да, и вот это повернуло историю на новый виток, то есть, он потом в итоге вышел оттуда из пирмы Юсеф, и началась новая история, а во вторе мы видим опять же два ребенка, один из которых умер, другой остался жить, да, вот, может быть, вот это как-то тоже что-то, какие-то разгадки даст, но я пока только заметил. Я только, я не помню, я сказал или нет, что шнайм, шнайм, да, это шинуй, шана, и шинуй, это тот же самый корень, то есть, это все происходит перед какими-то очень такими большими изменениями, да, то есть, поэтому это двойка, да, это шанэ, шинуй, так же и ходыш, иногда важно, так сказать, например, перед дарованием Торы, важно было число три, там, когда будет это дело, значит, говорится об этом, шимот, там как бы три, потому что там уже как бы появляется эта точка, эта средняя точка явно, да, то есть народ идет на встречу со Всевышним, да, там и приближение к строительству храма, да, то есть все, нам это уже число три в той, значит, в шимот важна, вот, да, то есть шнайм, это шинуй, шана, это изменение, это сдвиг, да, такое вот, перемена, большая перемена, да. Таня, мы вас слушаем. Да, если можно, повторите, пожалуйста, как объясняется, что Юсеф сказал, что то, что два раза приснился сон, значит, это сон от Всевышнего, и там будет решение, как это связано, какая тут логика? Ну, тут только, кроме двойки, которые я уже сказал, что поросница два раза, практически один и тот же сон, здесь как бы тоже переход от двойки к семерке, если вы заметили, то есть от двух лет, который сидел, и здесь как бы от коровы, двух коров и двух колоссов переходит в семь лет, да, то есть, потому что их было семь, да, семь колоссов и семь колоссов, вот, значит, это связано с тем, что, значит, что, как бы, в этом, в этом, то, что видит, значит, то, что подтверждает, значит, Юсеф, что это, он с самого начала это говорит, что не я, не от меня будет разгадка, от Всевышнего, что повторный сон, значит, опять-таки, здесь как бы просто число два, это говорит об изменении, да, от того, что будет какое-то изменение, и то, что это два раза, это то, что это изменение будет очень скоро, очень оно близко, то есть, оно как бы показывает напорство, настойчивость, да, того, что что-то должно измениться, да, то есть, вот так я думаю, то есть, и то, что семерка там есть, то есть, это значит, что там уже решение проблемы заложено, да, кроме того, что вот заметим такую вот вещь, есть много разных толкований, почему, как это Юсеф осмелился фараону, значит, идет какие-то, значит, какие-то советы давать, и все такое, ну, разгадался он, разгадался он, и все, казалось бы, да, вот, но он как бы идет дальше, он, значит, для того, чтобы показать, что это сон от Всевышнего, и для того, чтобы чисто он еще и был политиком, в общем-то, Юсеф, чтобы не оставлять фараона в недоумении, чтобы он воскликнул, ой, что же мы будем делать, и так далее, то есть, для того, чтобы себя утвердить, то он как бы объясняет, и это тоже как бы получается от Всевышнего, что надо сделать, да, то есть, фараон это убеждает в том, что сны истины, да, что это именно только Всевышний мог дать такой сон, и одновременно и разгадку этого сна, да, который его полностью убеждает, что вот этот человек, и он действительно, потому что он правитель, для него важно не просто, так сказать, поставить ему какую-то задачу, разгадать, а вот, если еще есть человек, который может и решить эту проблему, значит, это уже действительно человек, который знает, значит, это истинно, да. А для Юсефа, видимо, для Юсефа было важно утвердиться там, и получить власть, чтобы свои идеи осуществлять. Современный, как бы, и политический момент, да, он знал, как все вместе с фараоном, да, он был очень и красивый, и умный, в этом отношении, он был царственной особой, в общем-то, на самом деле, да, то есть, он был в этом смысле, и не случайно потом его говорят Аврех, Аврех это в каком-то смысле и царь, в общем-то, да, то есть, это на колени, да, преклоняются перед царем, только фараон ездил впереди, а Юсеф за ним, и все и ему, и царю, и фараону, то есть, поклонялись, да, то есть, вот это намек на то, что ему поклонится и солнце, и уна, и все такое, да, то есть, и, да, то есть, это было временно, это считается Машех, Бен Юсеф, вот, и тем, как уже будет дальнейший, как бы, ситуация. Окей, если можно, если можно, я предлагаю перейти к заключительной части, извиняюсь, если я кого-то, как бы, подвинул, или просто, чтобы мы, как бы, уложились в наши полтора часа, и народ не стал разбегаться, да, и, Эмир, во-первых, огромное спасибо, было, по-моему, дико интересно, спасибо всем тем, кто участвовал, до сегодняшнего момента. Окей, значит, теперь, третья часть нашего выступления, нашего обсуждения, мне кажется, что она будет интересна, потому что она, ну, как-то отражает то, что было у Нехама, и, может быть, то, что было у Эмиля, но, мне кажется, раскрывает немножко с другой стороны, и гораздо более, как бы, обнаженно-человеческое, скажем так, как это часто делает Ханан-парад. Значит, так как я написал в рекламе объявление, я иду, и сегодня тоже по комментарию Рава Ханан-аппарата, да, вот, который называется Мят Меаор, немного света, имеется в виду, как бы, по-видимому, к прошедшей Ханаке, немного света, разгоняет много тьмы. Итак, он рассматривает, да, я хочу сказать, что, если у кого-то есть вопрос, по-разному, можно меня перебивать в любой момент, нет никакой проблемы, и еще я хочу сказать, что, может быть, кого-то это будет как-то раздражать, или неудобно, я все-таки буду вставлять отдельные евритские фразы, потому что, во-первых, есть люди, которые знают еврит, потом правильно все-таки продвигаться, учить еврит, и как бы, ну, совсем без еврита это теряет, как бы, ткань повествования, скажем, окей, ну, естественно, с переводами. Итак, значит, он рассматривает такую потрясающую вещь, которая, на мой взгляд, не часто обсуждается в этой недельной главе, то есть обсуждаются сны, там, вот разгадывания, и как бы все эти вещи. Есть один момент, который очень трудно понять, по-человечески, и вообще интересно вот спросить, задумались ли вы когда-нибудь над ним, в чем он заключается, а вот чем он заключается. Иосиф 22 года не подавал своему отцу никакого известия о том, что он остался в живых. И это дико странно. То есть при этом он, как бы, вполне понимал, что отец дико мучается, сходит с ума. Казалось бы, совершенно естественно, уж когда он, как бы, обжился, устоялся, и вообще возрос в Египте, подать какую-то листочку о себе. И вот этот вопрос, вопрос, он как-то не очень понятно, как его решать. Значит, наше, как бы, повествование будет такое. Ханан Парад приводит несколько комментариев, которые пытаются это объяснить, а потом, как бы, суммирует их, не находит, как бы, полного удовлетворения и предлагает, как бы, свой вариант очень интересный, очень интересный. И находит это все на неожиданном месте. Значит, смотрите дальше, как бы, за логикой. Он начинает с вопроса, который задает, который задает Рамбан. Рамбан пишет, да, на иврите, если тмуа, стоит сильно удивиться, ахарыш амат Йосеф бы Мицраем, ямим рабим, после того, как Йосеф уже просто существовал в Египте, много дней, много времени, дальше, и стал как бы важным вельможей, сановником, бабайт, сар Гадольба Мицраем, и он стал как бы видным человеком у Путифара, да, а вот дальше, что непонятно, какие-то голоса где-то, я кого-то выключу, не знаю, слегка, это чьи-то голосы, не мои, выключил, да, спрашивает, как такое, он не послал отцу ни одного письма, чтобы сообщить о том, что он жив, как это понять, он сам как бы отбивает, и вот ответ самого Рамбана, Рамбан отвечает, он говорит, а вале таколь, а са я фе, бей то, лакаем халамот, но, это можно понять как бы так, но на самом деле, как бы, все правильно сделал, и правильно, что молчал, почему, потому что дал своим снам осуществиться, а вот конец этой фразы, он непонятен, и он как бы не нравится, если так можно сказать, Ханан Парату тоже, он говорит, почему, киядаши и ткайму беемет, потому что Йосеф знал, что они действительно произойдут, смотрите, вот здесь вот как бы, мы сейчас не будем это сильно раскрывать, но вот начинается такая вот эта вот штука, понимаете, мне кажется, очень интересная, сочетание с одной стороны, как бы обсуждения человеческих моральных чувств, то есть, как можно было не говорить отцу, зная, что он дико мучится о том, что живет, а с другой стороны, с другой стороны, как бы приписывание объекту, который мы обсуждаем, Йосефу, параметров, аспектов, которые выделяют его из людей, то есть, скажите по-русски, изновидящий, пророк, или как-то, который знал, что все равно все кончится хорошо, и как бы непонятно, как можно вообще осуждать, когда всегда можно отбивать тем, что он знал, что будет хэппи-энд, грубо говоря, это я так своими словами банально сказал. Окей, дальше, Ханан Пара дальше приводит комментарий, который он часто цитирует, это Рафа Ицхак Арама, он называется Акидат Ицхак, так называется его комментарий, да, а он просто говорит прямым текстом, он не должен был грешить перед своим отцом, почему? А он говорит, объясняет. Хэм ад варим ашер ясу шиломи да ад баалим. Почему? А он говорит, потому что осуществление этих снов будет происходить вне зависимости от того, кто их видел. То есть, грубо говоря, как я это понял, осуществление в руках Всевышнего. Йосеф не мог, ну, как бы знать, мог догадываться, но не мог знать сто процентов и полагаться на то, что осуществится, потому что это не в его руках было. Ему надо было сообщить отцу. Окей? Это первая остановка была, вторая остановка, теперь третья остановка. Он, интересно, пишет его еще третий комментарий, комментарий своего друга, товарища, коллеги, да, Раф Йошуа, Юэль Бинун, слиха. Юэль Бинун, пожалуйста, посмотрите в гугле, вы сразу найдете по-русски, кто это был. Можно сказать, что человек, который по судьбе очень похож на судьбу Ханан Парата, Ханан Парата сзамен, скачался, к сожалению, да, он тоже учился в Ешиват Мерказа Раф, он тоже был участником в десантных войсках и освобождал старый город точно так же, как Ханан Парат, он учился, он вместе с Ханан Паратом обратился к Раву Юду Амитая, и вместе они создали Ешиву Арацион Так вот, Ханан Парат совершенно не принимает объяснение, которое сказал Юэль Бинун, говорит, объяснение очень странное, что он говорит? Он говорит такую штуку, говорит, очень может быть, что на самом деле отец, на самом деле, да, одно из предположений, то есть Яков, скажите, знал, подозревал, скажем слово, знал, он на самом деле он знал каким-то образом, скажем так, что братья, то, что совершили братья, то есть, грубо говоря, они его, то, что он их обманули, то, что они его обманули, но спрашивается, почему он молчал? Он объясняет так, Юэль Бинун, что он молчал, Яков, потому что он не хотел разрушать как бы всю семью, он не хотел, чтобы была как бы вражда между братьями, которая разрушит все, он молчал, потому что как бы по его комментарию, по его пути, он предполагал, что все закончится хорошо, или во всяком случае все развивается каким-то высшим образом, и он, 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 зная об этом, зная об этом, то есть, как бы он не мучился, потому что он предполагал, знал, что Йосеф жив, но интересно тогда все-таки, а почему как бы Йосеф молчал? Вот это вот дальше, Юэль Бинун пишет такую по-человечески, как бы понятную вещь, но она звучит дико, идея была такая, что Йосеф, он, грубо говоря, просто затаился, он настолько был, как бы обижен, поражен, всей этой трагедии, которая прошла, что он попытался просто, как это говорится по-русски, дистанционироваться от всех событий, которые он прошел забыть, и он намекает, говорит, что намек на это, может быть, название известно, да, что двух сыновей Йосеф, одного звали Эфраем, а второй Минаше, почему Минаше, потому что написано, он назвал его Минаше, почему Нашей не переводится, потому что, Господь дал мне забыть, забыть, что забыть, омали, омали можно сказать, мой труд, ну и в смысле, мои бедствия, и более того, он сказал, то есть забыть, забыть, весь дом отца, то есть как бы Йосеф молчал, что он считал, что эта история закончена, просто не хотел берегить раны, значит, теперь вот это, вот это три комментария, которые приводит Ханан Парад, да, которые ему не удовлетворяют, а дальше он находит решение в потрясающей штуке, он пишет, что он долгие годы вот мучился этим вопросом, как бы вот этой поставленным, да, молчание Йосефа, как можно это объяснить, пока он, если так можно сказать, случайно, не наткнулся, на потрясающий рассказ Агнона, значит, Муэль Агнон, тех, кто, Алексей Муэль Агнон, тех, кто не знает, пожалуйста, посмотрите, потрясающий совершенно еврейский, израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, наверное, я скажу, да, я совершенно как бы не литературный, и все, но скажу от себя, что это, его уникально заключается в том, что, по-видимому, вот он именно в своих произведениях максимально соединил, с одной стороны, еврейскую традицию, и вот то место, Бучач, по-моему, из которого он сам вышел, да, перенеся это на израильскую почву, то есть, в нем меньше израильского, но в нем гораздо больше вот этого еврейского, восточноевропейского, ашкенадского, она вся наполнена потрясающими совершенно образами, так вот, у него есть, что-то потрясающий рассказ, я вкратце вам расскажу, рассказ называется «Вы, а я, а куф лами шор», то есть, в переводе на русский язык, это можно сказать так, и станет искривленное прямым, а дальше он приводит такой рассказ, у него как бы все рассказы, как будто он рассказывает эти истории из Бучачи, эти истории, вот, которые были в этом местечке, в котором он был, да, какой рассказ, рассказ, это, что в одной семье, которая бедствовала, как все бедствовали, значит, они решили, жена решила, что как будто кормилец, он не может прокормить себя в этом месте, и он поедет за как бы за границу, неважно куда, Европу, Америку, он туда уехал, да, да, он уехал и получил, как это часто бывает, на улицах Юрусалима можно часто встретить людей, которые просят, как бы, по-русски это называется подаяние, на юриде это называется сдака, как бы восстановление справедливости, те имущие дают неимущим, у людей есть, как и называется, рекомендательное письмо, вот он получил рекомендательное письмо от Равина, или от Равинов, или там от какого-то, скорее всего, от какого-то Равина получил письмо, окей, и он с этим письмом ходил, теперь дальше, он встретил другого нищего, и видимо, дошел до такой ситуации, не знаю, по своим соображениям, он тому нищему, да, он продал это рекомендательное письмо, да, интересно, что нашего героя зовут Минаше Бенхайм, да, вот это тоже интересно, нет, слегка, Минаше Хайм, без Бен, Минаше Хайм, двойное имя, но важно, что его зовут Минаше, это тоже как бы сыграет свою роль, окей, а теперь дальше, что случилось, случилась ситуация, когда вот этого второго нищему, которому он отдал рекомендательное письмо, он скончался, он умер, теперь дальше, они обменялись не только, не то, что обменялись, он ему дал рекомендательное письмо, он как бы отдал ему свое имя, то есть тот как бы стал Минаше Хайм, для того, чтобы использовать, окей, теперь дальше, до местечка, дошло известие о том, что Минаше Хайм умер, ну все, там жена, сидела, шива, все, потом каким-то образом, мудрецы, раввины, не знаю, каким-то образом собрались, и попытались разрешить ее проблему, агуна, значит, как бы соломенная вдова по-русски, то есть никто конкретно не видел, как умер ее муж, но надо ее освободить, чтобы она могла, как бы выйти, выйти снова замуж, они нашли, значит, какую-то, скажите, лазейку, неважно, короче говоря, освободили, освободили ее, она вышла замуж, она вышла замуж, замечательно, забеременела, окей, а теперь дальше, вот такая пиковая ситуация, наш герой, Минаше Хайм, неважно, как разбокател, он не разбогател, неважно, как, но в общем, он возвращается обратно, он возвращается обратно, и в тот день, когда он возвращается обратно, да, значит, вот этому ребенку, ему должны делать обрезание, он про это узнает, и дальше, дальше он находится, вот сейчас вы услышите, что звучат ноты Юсефа, он находится в диком смятении духа, почему, потому что по-нормальному, он должен был бы появиться, да, сказать жене, вот я как бы, было неправильно, произошла ошибка, я живой, но он понимает, что своим появлением, он разрушит, всю новую семью, ребенок станет мамзером, и он принимает, жуткое решение, он идет на кладбище, и говорит, мне Адив лучше, чтобы я потерял оба мира, нет, мне лучше пойти на кладбище, и жить здесь, чтобы меня никто не видел, не будет видеть, чем мне потерять два мира, мир будущий, мир настоящий, я не буду разрушать эту семью, передальше, да, вот параллель, как бы, с Юсефом, она чувствуется, она видна, правильно, передальше, вот есть такая фраза, есть такая фраза, в этой истории Агнона, честно говоря, долго думал, как перевести по-русски, так правильно и не понял, у меня есть какие-то догадки, сейчас скажу, называется так, ахас, бепелах аштиха, аштика, слиха, ахас, понятно, если просто перевести, что он, как бы, предпочел молчание, ну, это как бы блитка, но почему именно слово пелах, это связано, мы сейчас будем дальше говорить с Медрашом, про который говорится про эстер, но почему слово пелах, пелах может быть, как бы, кусок провинции, окраины, ломать, почему пелах, не очень понимая этого выражения, пытался найти, нет, но приблизительный перевод, как бы, по-русски, что он предпочел молчание, ухватился за молчание, да, кстати, вэшетхайль тоже есть, это, есть это, есть слово пелах, да, но не подходит под смыслу здесь, теперь дальше, вот вопрос, и как она пора говорить, когда он прочел этот рассказ, у него тут же, как бы, созрела, вот, модель, концепция, что может быть, огно внутри, не говоря напрямую, что это был его ответ, как разрешить проблему молчания Йосефа, и не даром, он говорит, он своего героя назвал Минаше, Минаше, опять же, от слова забыть, как и Йосеф, называя сына, говорит, ношение Элоим, то есть, он дал мне забыть, что это не зря, теперь дальше, возвращаемся снова, возвращаемся к Ханан-Парату, вот, уже через призму, вот этого потрясающего рассказа Агнона, да, называется, Пеллах Штиха, Штиха, говорит, очень интересно, есть Медраж, потрясающий, Медраж Эстер, Медраж Эстер Раба, как объясняется молчание Эстер, вы знаете, да, Эстер была взята в дом Ахашвироша, но она предпочла молчать, и тут, Медраж Раба, он тоже употребляет слово, да, Товса Пеллах Штиха, написано, вот она тоже схватилась за это молчание, да, предпочла молчать и не говорить, почему, говорит, почему, потому что она этим, этим повторила действия своей, ну, я не могу сказать, про матери тут написано, да, Зикната, ну, как бы про матери, да, не бабушка напрямую, но про матери, да, Рахеле, потому что Рахель, Рахель, она себя ведь тоже так повела, правильно, мы вспоминаем, вот в ту самую брачную ночь, да, для того, чтобы не подвести эту самую, Лею не опозорить, и она передала ей симоним, ну, как бы известная история, и она молчала, она смолчала, то есть не выдала, что это Лея, а не она, окей, теперь дальше, и вот проводится такая, дальше идет такая цепочка, мы видим с одной Снестер, которая молчала, мы видим Рахель, которая молчала про Лея, продолжает дальше Ханан Паранда, и говорит, очень может быть, что вот это вот наследственное свойство, вот этого правильного молчания, да, унаследовали дети Рахеля, а именно Бениамин, который можно предположить, что он знал про эту историю, о том, что на самом деле, Йосеф остался жить, он тоже ничего не сказал отцу, и вот сейчас, как бы будет вывод, почему он не сказал отцу, он не сказал ничего отцу, дальше приводит тоже, ну, как бы у нас получается, Рахель, ее дети, Бениамин, Йосеф, и потом дальше про Шауль, про Шауля тоже сказано, вэд даварам луха, ло и гид, Шмуэль, Алэф, в 10 главе, 16 стих, вот это как бы, генетический код, который весь, весь называется, пэллах шельштика, уцепиться за молчание, сделать это некоторым правильным выбором, теперь дальше, для чего, вот теперь дальше вопрос, для чего, идея заключается вот в чем, так объясняет Ханан Парад, Йосеф молчал, почему, потому что он, предполагал, понимал, назовите как угодно, что вот это, преждевременное, открытие, того, что он жив, это сломает, весь сценический замысел, можете сказать, сценический замысел, всевышнего, почему, потому что опять, я говорю, знал, предполагал, выберите то, что вам больше нравится, о том, что должен произойти, вот этот, весь процесс, про который говорила Нехама, который связан с шувой, братья должны измениться, братья должны сделать шуву, они должны прийти к нему обратно, только когда созреет, вся ситуация, и созреют все условия, вот тогда он им открылся, и вот в этом, в этом, в этом, можно найти, как бы, разгадку, разгадку, молчания Йосефа, которое лилось 22 года, окей, и как бы, Ханан Парад заканчивает, он говорит, Йосеф, на яхель бихол либо лашу фабайта, Йосеф всем сердцем хотел, желал стремиться вернуться домой, но он знал, что он может это сделать, только когда написано, я в шилу от Наим, когда созреют все условия, которые позволят ему вернуться, и, лаашив это шалом, вернуть мир в дом, а не разрушить его окончательно, почему, потому что он предполагал, что если он сообщит отцу заранее, отец воспылает гневом на сыновей, ну и как бы дальше, в общем, вся эта конструкция, она как бы разрушится, окей, ну вот он и заканчивает, говорит, я, честно говоря, не знаю, откуда взята эта фраза, может быть, это из Таилим, не знаю, говорит, Ахейна Йосеф, наш брат Йосеф, но се севло бидумия, несет свое севло, несет свои страдания, бидумия, в молчании, а дальше написано, леха, думия, тыла, и про это можно сказать, вот такое, тебе такое молчание является твоей славой, ну вот как бы это то, что я хотел сказать, по как бы мотивам, по Ханан Парату, окей, да, вот есть руки, пожалуйста, Тимофей. Да, спасибо большое, очень интересная версия, но нет ли такого, что эта версия объясняет, почему Йосеф не давал себе знать, но объясняет ли она, почему Йосеф не был в курсе, что происходило в Кна, в земле Кнаанской, то есть, из дальнейшего рассказа видно, что он интересуется у братьев, а жив ли еще отец, все ли в порядке, почему как бы Йосеф Лата не хотел там себя раскрывать, но почему он кого-нибудь не послал разузнать, что там происходит, что там с папой, с семьей и прочее, прочее. Вот какой-то ответверь, я думаю, технически, все-таки, наверное, это можно отбить таким образом, я говорю за Ханан Парата, но понятно, что чисто технически, как бы Йосеф должен был совершеннейшим образом затаиться, для того, чтобы, ну, никакими поступками, которые бы уменьшали страдания его отца, его страдания отца, страдания его самого, да, не разрушить этим вот весь этот, весь этот талих, весь этот сложный процесс, который происходил на его глазах. Потому что иначе, ну, по-видимому, это трудно объяснить. Знаешь, то есть, тут как бы все время есть такая штука, что, с одной стороны, то, что мы с этого начали, да, то есть, как можно судить Йосефа, чисто по-человечески, с одной стороны, а с другой стороны, все время как бы предполагать, что он знает, знает, предполагает больше, чем это может, это может обычный человек. Окей? Ну, вот как-то так, по-моему. Окей. Окей. Андрей, дам, Андрей, пожалуйста. Да, читал я Моамар Любовича Скаврэда по этой главе, и там он ту же самую линию проводит через Рахель, Беньямина, кстати, и Эстер, которые молчат, да, это свойство, да, да, свойство Машеха, который знает, что все идет по плану, и он молчит. И в определенный момент он раскроется, то есть, и все его ждут, как бы, но он знает, все идет по плану, и однажды он раскроется, и тогда вот все знают, что он не зря молчал, да, чтобы ничего не менять, потому что все идет правильно. Окей. Да, ну вот это такая линия. Единственное, что мне кажется, я не читал Любович Скорэбби, здесь тоже Ханан Парат его не приводит, мне кажется, да, сравниваю, мне кажется, что Ханан Парат все-таки очень сильно закручивает чисто, ну, как бы человеческую сторону, не в том плане, что, ну, понятно, он был как бы пророк, ясновидящий, там все, сдал Машииха, это перекликается с темой Хаббатского Машииха, здесь идея в том, что они реально страдали, Юсеф страдал, отец страдал, и тем не менее, ну, я своими словами скажу, что-то было такое внутри него, что не давало ему, что просто препятствовало ему разрушить вот весь этот, как бы этот ход, который происходит, потому что иначе действительно понять это очень тяжело, понять практически невозможно, а вот так, как он объясняет, да, вот эта потрясающая история с Агноном, да, да, действительно интересно, то есть Агнон не пишет напрямую, он имел в виду Юсеф или нет, но потому, как это построено, и потому, что назвал его Минаше, смотри, это вообще фантастически, это очень-очень похоже на то, что происходит с Юсефом, и вот это вот, это вот выражение, понимаешь, Ахазбе Пеллахаштика, я был бы очень рад, если кто-то, может быть услышит эту лекцию потом, я не нашел этому объяснению Пеллахаштика, не очень, то есть Мидрашин тоже появляется, но почему слово Пеллах, мне это до конца было непонятно, не понимаю, почему слово Пеллах, окей, я думаю, Пеллахаштика, который скаф на конце, который веретенок, да, да, Капсафит, да, Пеллахаштика, окей, кто-то еще что-то хочет сказать? Давайте я пару слов скажу, да, пожалуйста, я знаю, что есть еще Мидрашин, на основе того, что вот он забыл дом отца и так далее, это довольно резко как бы сказано, как он мог забыть, и так все, и так далее, но есть Мидрашин, что он как бы, поскольку он был все-таки человек, ученый, мыслил о Всевышнем, и так далее, что у него как бы была идея, что он должен как бы спасти мир через Египет, наверное, вы знаете такое, вот есть такой Мидраш, что он должен возвыситься, и таким образом спасти мир от порчи и так далее, и так далее, вот, это с одной стороны, в принципе, мне кажется, что объяснение того, вот, самое естественное, это, конечно, что он просто не мог просто объявиться, поскольку тогда бы пришлось вытащить все, значит, грязное белье, да, наружу, что братья такие, такие так поступили, то есть это было бы вот и все, но с другой стороны, почему он забыл, почему написано, что он и забыл, как бы, да, вот Исо разбрать, потому что отец, как бы, его тоже попрекал, он говорит, что это за сон? Да, да, конечно, да, конечно. Это очень важный момент, то есть он как бы понимал, что отец и сыновья, они как бы не знают. Это все неоднозначно, если можно, да, слиха, я одну вещь забыл сказать, она как раз сейчас это в тему, вот Ханан Парад пишет тоже интересно, медак и нагит меда, то есть мера за меру, Йосеф молчит как бы в оппозицию, или, ну, если так по-русски можно сказать, искупая свою болтливость снов, которая была с его братьями, то есть там мы видим Йосефа, которого из него льется просто эти сны, он, он, он по нему, он может быть чувствует, что он неправильно делает, он не должен этого говорить, тем не менее не может себя остановить, а в Египте, в Египте, когда он уже не подросток, когда он уже как бы взрослый муж, он наоборот, он себя превозмогает, и он наоборот молчит, в отличие от Йосефа, ну, я не хочу сказать слово болтливый, да, но из которого льется это красноречие, и он как бы заполоняет своими снами, вот это вот все, все пространство между, между братьями ним и отцом, вызывая как бы полное у них недоумение. Окей. Еще я хотел добавить, что я, так сказать, это очистка моя, может быть, такое предположение, но я думаю, что отец мог догадываться, просто потому что такая ситуация, ее невозможно скрыть, то есть, как бы братья не были ненавидливы, но если бы он действительно погиб, и все такое, они бы, конечно, переживали, и это было видно по братьям, что они особенно там не волнуются, и мы видим, что даже когда они его посадили в яму, они сели там есть, спокойно закусывали, то есть, это совершенно психологическая ситуация, совершенно другая, то есть, Яков тоже затаился, он понимал, что... Да, правильно, я с этим согласен, я с этим согласен, вот мне тоже кажется, что общий расклад, общий расклад, он такой, что, как бы, некая сюрреалистическая картина, что герои вот этого, всего этого сценария, то есть, Яков отец, 11 братьев и Юсеф, ну, братья, может быть, в меньшей степени, на всяком случае, два основных героя, это отец и Яков, они внутри, у них есть ощущение, ощущение, что они понимают, что происходит, я тоже думаю, что Яков, Яков, ну, если не сказать, знал, то у него было какое-то ощущение, что Юсеф действительно жив, и что на самом деле, они его, он не погиб. Еще кроме того, что у Якова было, как бы, общение, как бы, со Всевышним, то есть, он праведник большой, то есть, он понимал, что то, что Всевышний ему обещал, что ты станешь, когда он понял, что это не пройдет через просто экономическое укрепление, когда у него были эти ошибки, он в шхем попал, и так далее, и так далее, а что каким-то другим путем он должен, так сказать, стать народом, и должна произойти то, что предсказал Всевышний Аврааму, то он был весь в ожидании, он в ожидании. Это правильно, но с другой стороны, меня лично поражает, что вот это вот, скажем, неординарность, если можно сказать, вот уникальность этих людей, да, которые, у которых есть канал общения с Всевышним, которым открыты миры, Яков видит, как бы, лестницу в небо, он понимает, как бы, не знаю, систему взаимодействия верхних и нижних. Тем не менее, вот это я хочу сказать, поразительно то, что их страдания, страдания настоящие человеческие. Нельзя сказать то, что они не страдали по-настоящему. Они не, когда, когда Яков говорит, да, он Рувену, по-моему, говорит, когда он говорит, если вы сейчас еще этого возьмете, да, Бениамина, вы мои седины преисподнюю просто сведете. невозможно, потому что они либо придуриваются, либо они не ощущают настоящего страдания. Почему? Ну, потому что они знают, что будет как бы хэппи-энд, типа как люди, которые, очень реалистично в конце Беришит и очень эмоциональные сцены и примирение братьев. Да, да, да. Это говорит о том, что это все уже становится от схематизма Беришит, когда это было в начале, совершенно жизненно. За этой жизненностью тоже скрывается эта схема, но теперь она уже совсем как бы уже как бы обросла такой реальностью и мы это все воспринимаем как как бы, так сказать, и через это тоже, да, через эмоции, через ситуацию и через вот то, что я сказал тогда, когда-то, что не случайно Толстой считал, что это одна из самых таких вот лучших вот сцен, которые, в общем, он знает в литературе. То есть это тоже его оценка, да, то есть такого. Да, да, да. То есть это, да, это полнейший реализм в конце. Потом он сменяется, конечно, уже другим этапом в Шимот, да. Окей, окей. Ну хорошо, вот Юзер, я не хочу... Слойт Натан. Да, пожалуйста. Ну вот эти все братья, они яркие личности, каждый мог бы пойти, ну повести за собой в реализации своего какого-то проекта, как это влиять на мир, вот, но именно, может быть, история с Юсефом это дана для того, чтобы и следующим поколениям чему-то научиться на примере этой истории, это раз. А во-вторых, ведь реализация проекта Юсефа это же не цель была, а средства для формирования, для дальнейшего формирования вот этой сплоченности, хоть они все и разные, ну да, как вот 12 колен, но есть какая-то идея, которая их сплачивает, национальный стержень, так скажем, то есть каждый изменился в этой ситуации. Ты совершенно права, но я, может быть, я несколько раз уже это проводил, то, что меня самого поражает, да, смотри, поскольку мы, как будто мы фильм, мы его посмотрели, мы его знаем до конца, мы знаем, какой конец, как бы, чем, как продолжается. Нам довольно просто это как бы разбить, вот участник, который называет себя юзера, к сожалению, не знаю, правильно себя именами называть, потому что иначе непонятно, как бы, кто это. Он пишет, Яков послал Иосифа к братьям восстановить единственные сыновей Израиля. Иосиф не выполнил задание, не имел права напомнить о себе. Ну, правильно, это, в принципе, если сказать, как бы, в двух словах, ну да, ну, можно так сказать, но вот, в принципе, весь, как бы, отбив Ханана Парата его объясняют, ну, типа, это, опять, вот, это все снимает совершенно всю силу, которая есть в библейском повествовании, потому что это библейское повествование настоящее, эти люди по-настоящему страдают, они с одной стороны знают, а с другой стороны не знают, точно так же, как мы не знаем. И Яков мучает. А можно я немножко порапонирую все-таки здесь? Мы, сколько я помню, помним из пророков, что пророчество иссякает, если человек не радостный, скажем так. Я вполне себе подозреваю нормальную картину, что Яков реально не знал о произошедшем, у него реально произошло там так приход из состояния нормального, доступного для пророчества, в состоянии, скажем так, минимум грусти, а максимум действительно печали и траура. Он мог не верить при этом, что Иосиф действительно умер, но его состояние, скажем, уже не могло быть, для того, чтобы открылись каналы общения с Ашем. И он реально не знал о происходящем. И вполне себе, что могу представить ситуацию, что он сидит 22 года, он не мог, не видя, как бы, реально, так сказать, ни места захоронения, ничего, он надеялся, что он может быть жив, но при этом у него не было никаких, скажем так, порочеств, никакого видения. Может быть, может быть, смотри, ты сейчас технический, мне кажется, мне кажется, что это тоже направление как бы больше техническое, ты говоришь, ну, не знал, потому что у него канала не было, битая информация не поступала, интернета не было, правильно, да, там Wi-Fi не было. Смотри, так тоже можно объяснить, но с другой стороны, ведь смотри, мне кажется, что во всех этих историях, да, все время есть слои, вот эти вот слои, слои, надо как бы, ну, не то, что можно разгрести все слои и сказать, у него не было интернета, поэтому он не знал, пророчества не было. Но с другой стороны, смотри, один момент, который приходит в голову, ведь они все, они все сжили с сознанием того, что было сказано Аврааму в Брит Бен Апторим, в союз с расчетными половинами, то есть они все знали, все знали, что несмотря на их, как бы, желание остаться в том месте, где они находятся, в Эрцкнаан, да, они же, они знали, что грядет какое-то, грядут просто национальные потрясения, они все должны будут спуститься в Египет, но при этом все равно был голод и все, то есть как бы вся ситуация реальная, но за всем этим, пожалуйста, стоит то, что было сказано Аврааму, стоит предположить, что они про это знали? Нет, с другой стороны, это мы сейчас смотрим, да, перспективно, и видим, что создание народа закончилось на них на 12, но в их примере, на их опыте, да, были, собственно, дед, да, и, получается, и прадед, если мы про сыновей говорим, да, у которых реально сыновья, как бы, из проекта выходили, да, Ишмаэль, там, из Исаф, и они вполне могли смотреть на это дело, что из них не прав, и вполне может выпасть. И в этом смысле, я не верю, как бы, не очень логично получается, скажем так, что все, скажем, участники, да, там, 13, да, человек, все играли какую-то роль по сценарию. Ну, это довольно странно выглядит. Нет, смотри, даже можно сказать, есть объяснение тоже довольно логичное, которое вообще, как бы, типа, оправдывает, действия братьев, потому что в их глазах поступки Иосефа вообще могли трактоваться, как Дин Родеф. Дин Родеф – это закон, как бы, того, который тебя не то что даже преследует, а он тебе грозит смертельной опасностью, и у тебя есть право его убить, потому что если продолжить, как бы, реальное продолжение, основ Иосефа, это означает, что он от них отнимал все. Потому что он им говорил, вы будете ничто. И этим даже, как бы, то есть понятно, то есть в их глазах, в их глазах это была действительно, это была реальная, реальная, как бы, угроза. Но мне, кажется, еще интересен вопрос, смотри, если, как бы, по-простому, смотри, есть конструктор, который хочет построить здание, да, вот Кнест Исраэль, Ам Исраэль, да, берет 12 колонн. Ну, вообще, изначально, как бы, человек, который строит, он выбирает, чтобы был нормальный фундамент, нормальная, я не знаю, марка бетона, но есть, как бы, технические параметры. Но здесь получается, что вся вот это вот огромное здание, оно в его фундаменте заложено, я не хочу сказать трещины, но заложены бездны человеческих отношений. Вот это поразительно. Я хочу добавить к тому, что вы сказали, что и обратное верно, то есть, Йосеф мог бояться братьев, что они ему могут, так сказать, что они понимают, что Йосеф может им как-то отомстить и открыться, в конце концов, поэтому он говорит, вы Мироглим. То есть, он не случайно назвал их разведчиком, когда они рассказали свою историю, он говорит, вот поэтому я и говорю, когда они сказали, что один из них умер. Вы Мироглим, что вы боитесь сказать, что вам отомстят, и вы ищите меня, чтобы меня, так сказать, это самое. И поэтому он стал примером. А еще я хотел сказать, почему другие братья, то есть, они все были талантливы, но здесь следует общий метод, так сказать, Тары взять в расчет, что когда Яков говорит благословление, он называет Йосефа выделенным среди братьев. То есть, Всевышний всегда выбирает того, кто будет творить. То есть, он выбирает Ноха, он выбирает Авраама, он выбирает працев, он выбирает Йосефа, то есть, есть, также он в конце концов избирает вообще весь Израиль. То есть, это такой вот способ. То есть, есть люди талантливые, творческие, которые несут какое-то спасение, идея, в конце концов, потом Машех. Так что, это такой метод Тары. Окей. Мне написал, мне написал Валентин Лещинский. Валентин, привет. Он извиняется, что он не знает, как изменить юзера. Юзер меняется очень просто. Открываете участников и нажимаете на себя, и там есть опция поменять има. Но вот с тем, что Валентин пишет дальше, я, честно говоря, не очень согласен. Я вам зачитываю, то есть, в чате он написал мне лично, поэтому вы не видите. При всем уважении к Агнону, Тара, глубже и многослойнее, то есть, пытаться понять хумар через билетристику, даже гениальную еврейскую, едва ли продуктивно. Смотрите, ну, не знаю, мне кажется, это не сильный постулат. Во-первых, я бы не, у меня не поднялась бы рука называть Агнона билетристикой. Правильно? Да, он гениальный человек, он, можете сказать, что он, как бы, он мудрец. То, что он написал, это некоторые гениальные произведения, которые настолько гениально соединяют традицию с еврейской жизнью, сновать это билетристикой, ну, в том понимании, в котором мы обычно говорим, билетристику, типа там, легкая литература, это неправильно. Окей? Потом, я как бы опять, я говорю, я катон, я вообще как бы не придумываю своих комментариев, не выдергиваю комментарии откуда-то, я иду целенаправленно по Ханан Параду. Если Ханан Парад, да, Раф Ханан Парад, да, он мог привести Агнона для него, читая его, это дало ему основание, да, он же не говорит, вот Агнон, в нем есть ответ. Это его как бы подтолкнуло к этому. Я не думаю тоже, что Агнон ставит своей целью сказать нам, вот у меня есть комментарий. Это любое гениальное произведение, это как бы дает некоторое подталкивание, дает некоторую щель для того, чтобы понять, чтобы подвинуть нас к пониманию. Окей? Я подтвержу это такими, возвращаясь к своей теме, подтвержу это тем, вот что это как бы катализатор был, да, Агнон, то есть вот так же, как известный химик Кекули, когда у него была трудность написать формулу бензола, и он его увидел, во сне змею, кусающуюся за хвост, и он понял, что формула цикличная, вот во сне видно, именно вот то, что я хотел сказать, что вот такие противоречия, они решаются во сне, то есть ему как бы это откровение... Во сне тоже. Окей, и во сне тоже. А вот Натан, я... Секундочку, Таня поднятая рука, Таня, я дико извиняюсь, вот тут есть еще одна Таня, давно поднятая рука, хорошо? Сначала Таня с поднятой рукой, а потом Таня без руки. Таня с поднятой рукой, да, Пятигорская, по-моему, написана, мы вас слышим. Таня? Ну, слегка не будет. Забыл убрать руку. Все, я открыла микрофон. Да, да. Мне всегда было интересно, что конфликт Йосефа с братьями, что он не касался ведь только их опасения, что их вытеснят полностью, ну, на основании там истории семьи, того, что он говорил. Вот то, что он видел снопы, я где-то читала или слышала, и то, что он потом делал в Египте, у него была идея такой глобального исправления мира. То есть он то же самое делал, что Авраам в свое время. Он мыслил как бы глобально, а не национально. Он хотел исправлять мир сразу на уровне цивилизации, ну, всей цивилизации, а вся цивилизация тогда была Египет. Вот, и Авраам, собственно, тоже вот он, когда женился на Агарии, у него был сантимент к этому, он и Ишмаэля любил, и вот вы это рассматриваете так. Смотрите, мне очень нравится как бы ваш подход, ваша тема. Я, честно говоря, считаю, особенно являясь, как это говорится, не поклонником, это не очень хорошо, это звучит в театрах, но не важно, Раба Шерки, вот сочетание универсального и универсального и национального, понимаете, вот мне кажется, именно эта призма, то есть это невозможно отделить. То есть в каком-то понимании именно зарождение еврейского народа, и вот как бы его образование, его фундамент, 12 братьев, 12 коленов дальше, вот это была призма, через которую возможно было дальше усовершенствовать мир, потому что если бы это не было так, по-видимому, евреям бы не было никого смысла в том, что они выжили 2-2 тысячелетия, не было смысла в создании государства Израиля, ну это была еще одна банановая република, которая никого не волнует, понимаете? Ну да, но может быть это было еще преждевременно, то есть сначала, ведь еще национальная не укрепилась, еще не было фактически национального. Да, ну это вы правильно говорите, но я с вами полностью согласен, да, действительно, Йосеф, Йосеф, так же как Авраам, так же как, наверное, Яков, когда он видел пути мироздания, видел ангелов, которые ходят, каждый из них, каждый из них, он действительно, с одной стороны, был на уровне национального, строя дети, продолжая традицию, передавая, страдая вместе с ними и так дальше, создавая, а с другой стороны, действительно, это был уровень, вообще говоря, мироздания, космоса, и Йосеф, конечно, с Египтом совершенно понятно, как бы такого уровня, понятно, что он был, ну я не знаю, сейчас бы сказали космополит, сто процентов, но при этом это космополит, космополит, вот что было, да, безродный космополит, так вот он не безродный, понимаете? Вот это вот интересно. Безродный космополит, он бы ничем не кончил, он бы просто в истории он бы не остался, а вот потому, что он был не безродный, вот он остался. Да, но интересно, что вот у евреев это с самого, их зарождения заложено, вот это глобальное такое мышление. Да, 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 наверное, так, да, наверное, так. Спасибо. Спасибо. Да, вот еще два комментария, и на этом, может быть, мы как-то закончим. Хорошо. Натали пишет, не значит ли, что в фундаменте в создании народа лежит испытание, искушение, предательство, искупление? Да, это такая мысль, но то есть даже не перечисляя, ставляя запятые, искушение, мы говорим, что это люди совсем, то есть, видимо, для того, чтобы мы могли научиться, для того, чтобы себя идентифицировать с персонажами Торы, да, они должны быть реальными людьми, которые переживают, живут совсем перечисленным вами, да, так же, как переживаем, живем мы. Потому что иначе, иначе, это был бы рассказ Лавдель, да, там, не знаю, «Красные шапочки» или «Сказки братьев Гримм». Иначе ничего невозможно было бы как бы выучить, правильно? Окей. Таня пишет, да, и есть выбор при создании народа, пойти тем или иным путем. Ну, окей. Хорошо. Давайте мы на этом подведем как бы некоторую черту нашему сегодняшнему заседанию. По-моему, произошло очень хорошо. Значит, возвращаясь к рамке, ну, вот по числу проголосовавших, по-моему, здесь было более-менее 50 на 50, даже несколько больше людей, хотя немногие сказали о том, чтобы все-таки рассматривать недельный раздел, который прошел, а не который был вперед. Давайте еще это обсудим. Я сам не уверен. Я не уверен. Мне кажется, что есть какой-то смысл в том, чтобы изучать то, что прошло, исходя опять же из того, что призыв к участникам как бы готовиться, смотреть, читать материалы и прийти к каким-то подготовленным, ну, на уровне как бы сюжетным, знать, что происходит, но на уровне тех самых комментариев. Мне кажется, в этом есть смысл. Окей. Ну, давайте еще потом в телеграмме как-то Натан, ты обещал мне дать слово. Да, нет проблем, Таня, мы слушаем. Ну, Андрей там говорил насчет того, что Яков был в грусти и ему пророчества не было, да? А ведь написано было, что братья его больше за сон возненавидели Иосифа, а что Яков сделал? А он это сохранил, и вот он уже, это было пророчеством для него, и он затаился, он ждал, несмотря на то, что события разворачиваются как бы в противоречии того, что должно исполниться, а он понимал, что оно должно исполниться, поэтому то, что ты говорил, как раз сходится. Окей, замечательно. Это как Авраам, ему говорили про сына, а он все не рождался. А он говорил, лишь бы Ишмаэль жил, а он говорил, лишь бы Ишмаэль жил, мне с этого вполне достаточно. Вот это тоже человек, который на уровне мироздания как бы был ему открыты такие тайны, а он не понимал, он говорил мне Ишмаэль вообще, самое главное, чтобы Ишмаэль был, и все, не хотел с ними расставаться. Окей. Ну, не знаю, Вика пишет, Виктория Слеха пишет, давайте хотя бы попробуем идти в ногу с народом Израиля. Ну, смотрите, это как бы фраза, идти в ногу с кем-то, мы разбираемся, если надо посмотреть, дает ли, то есть, грубо говоря, если народ готовится к этим занятиям и смотрит материалы по прошедшему недельному разделу, которые везде появляются, да, те же там листки в синагоге и все прочее, это имеет смысл, если народ как бы сильно не готовится, тогда это не имеет смысла. Окей. Но это можно еще проголосовать даже в нашем Телеграме в группе 70. Хорошо. Мы как бы на этом заканчиваем. Окей. Всем, да, правильно, всем спасибо за обсуждение. Сегодня оно уже было как бы продвинутое, многие выступали, говорили, но мне кажется, мы занимаемся правильными делами. Хорошо. Всем счастливо и до свидания. Пока. Спасибо. Спасибо. Да, те, которые сегодня не говорили, вот Ирена, например, не говорила, Флора не говорила, я не слышал, да, Александр Яковлев из чудесного города Саратова у меня пройдет оттуда, да, тоже не говорил. Будем надеяться, в следующий раз они будут участвовать. Всем счастливо и пока. До свидания.